Новости в прямом эфире. Меня зовут Валентина Божигова. Здравствуйте. И вот главные темы к этому часу. Потанцевал, выпил и за руль. Пьяного водителя каршеринга задержали в ходе полицейской погони. Не профессия, а призвание спасать жизни. Российские врачи сегодня отмечают День медицинского работника. Азори здесь тихие. В канун Дня памяти из Корбина Малой Конюшиной прочли отрывки из повести Бориса Васильева. Очередной любитель весело провести время в ночном клубе попался пьяным за рулем каршеринга. Автомобиль, который совершал опасные маневры, инспекторы ДПС заметили на Заневском проспекте. На требовании остановиться водитель не отреагировал и попытался скрыться. Лихач пролетал перекрестки на Красный, выезжал на встречную полосу. Погоня завершилась только в Кудрово. Нарушителем оказался 29-летний гражданин Украины. Медосвидетельствование показало, что концентрация алкоголя в его крови выше допустимой в два раза. В отношении нарушителя было составлено несколько протоколов. Машину отправили на штрафстоянку, а водителя в отдел полиции. Расходы на здравоохранение в России будут увеличены. Об этом заявил накануне Владимир Путин. В канун профессионального праздника президент пообщался с врачами из разных регионов в режиме видеоконференции. И поблагодарил их за самоотверженный труд. Признанные во всем мире медицинские центры работают и в северной столице. Это отметили в своем обращении губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер городского парламента Александр Бильский. Талант врачей и уникальное оборудование позволяют ставить на ноги самых тяжелых больных. В клиниках выполняются сложнейшие операции, оказывается высокотехнологичная помощь. С врачами больницы имени Филатова познакомилась моя коллега Наталья Медведева. Я с детства мечтала. С шестого класса точно мечтала быть врачом. Это было решено, наверное, с восьми лет. Да, это было четко все достаточно. Восемь лет мне захотелось стать врачом, а в принципе я к этому шла. Врачом я хотела быть с детства. Мне нравилось помогать детям, людям. Тот случай, когда мечта становится реальностью. В дневном стационаре детской больницы имени Филатова, кажется, сбываются желания. Врачей, которые целенаправленно шли в профессию. И родители о том, чтобы их дети скорее выздоровели. Расскажи мне про свои жалобы. Живот болит. Расскажи тогда поконкретнее. Живот болит где чаще всего? В этом тут. Алирза Исмаилов, 15 лет. Вторую неделю наблюдается в дневном стационаре. За самочувствием мальчика следит врач-гастроэнтеролог Дарья Федорова. В медицинской карте ряд назначений. Возможности отделения позволяют пройти полное обследование, а затем и лечение. У нас в целом шикарное отделение эндоскопии, с которой мы очень хорошо работаем, потому что в принципе гастроэнтерология с эндоскопией очень тесно связана. То есть мы делаем и ФГДС, и колоноскопии, и ФСС, то есть всевозможные обследования. Гастроэнтерология и неврология – два основных профиля дневного стационара больницы Филатова. Чтобы лечение шло эффективнее, детям часто назначают физиопроцедуры. Даниил поступил сюда три дня назад. Восстанавливается после сотрясения. Мы наблюдали своего невролога, и у него я попросила направление сюда. На каникулах мы пользуемся моментом, да, у нас была травма в сентябре, у нас было сотрясение. И есть еще небольшие проблемки там, ну, с заиканием. В дневном стационаре нагрузка на медиков даже больше, чем в обычном отделении, где здесь по 80 детей. Пациентов много, а значит много и спасибо от благодарных родителей, которые вдохновляют работать еще больше. Это когда дети к нам приходят с задержками лечевого развития, и когда вместе с мамами они к нам приходят на обследование лечения, когда они не говорят вообще ни одного слова. И когда после нашего комплексного лечения дитё говорит слово «мама», ну вот для нас это высшая награда, как для мамы, так и для нас, когда ребёнок начинает говорить. Врачи, медсёстры, санитары – коллектив дневного стационара большой. И несмотря на ученую степень и должность, каждый из них сегодня отмечает День медицинского работника, потому что праздник – он для всех. Наталья Медведева, Павел Чащин, Анатолий Рябинко, телеканал «Санкт-Петербург». На Малой Конюшиной сегодня звучали отрывки из повести Бориса Васильева «Азури здесь тихие». В канун Дня памяти и скорби бессмертные строки читали молодые петербуржцы. Прозаический марафон открылся рядом с книжными аллеями, на которых можно пополнить свою библиотеку и этим классическим произведением. Шел май 1942 года. На Западе в сырые ночи оттуда доносило тяжкий гул артиллерии. Обе стороны, на два метра врывшись в землю, окончательно завязли в позиционной войне. Сейчас, в достаточно сложный для нас период, важно молодежь привлекать к патриотической повестке, важно сохранять историческую память, бережно относиться к ней. Произведения Бориса Васильева читали больше трех часов, начали эстафету актеры молодежных театров, но присоединиться к ним смогли все желающие. Сто спортсменов, несмотря на переменчивую погоду, вышли сегодня на яхтах в Финский залив. Благотворительный фонд помощи детям с онкологическими заболеваниями провел четвертую гонку. Участие приняли предприниматели, врачи, молодые яхтсмены. Победитель определится не только скоростью, но и количеством пожертвований. Винтажные яхты оценил и мой коллега Дмитрий Ковалев. Стардан, четвертая благотворительная регата, начинается с танцев и музыки. Пока на берегу. Среди приглашенных дети, которым уже помог фонд. Их родители, конечно, сами спортсмены и капитаны яхты. Команды, которые садятся на эти лодки к капитанам, это простые люди, санкт-петербуржцы, это все разные предприятия. Это люди, которые раньше в море не выходили никогда. И даже, может быть, и не знали, что такое яхтенный спорт. И что он вполне доступен для санкт-петербуржцев. Участники – это 11 команд. До гонки они внесли свой финансовый вклад в помощь детям и провели всего несколько тренировок. К выходу в залив готовятся особенно тщательно, учитывая почти ежеминутные изменения погоды. Интересны и яхты, на которых начинающие спортсмены выходят в залив. Это класс L6, построенный еще в Советском Союзе больше 30 лет назад. И, возможно, это лучшее судно, чтобы прочувствовать настоящую командную работу в экипаже. А при сегодняшней погоде получится развить и хорошую скорость – 7-8 узлов или почти 20 км в час. Победитель регаты определится не только по спортивному принципу. Чтобы взять трофей, недостаточно прийти первым. Многое зависит от зрителей, наблюдающих за гонкой с палубы теплохода. Места в таблице распределятся в зависимости от скорости и от суммы взносов болельщиков. Экипажи составлены так, что участвующие команды – это действительно непрофессионалы, скажем так, все любители здесь. То есть от капитана и старшего помощника до последнего матроса – все любители. Никто за это не получает деньги. А наоборот, только вкладывает для того, чтобы содержать яхты и ходить на них. За предыдущие три гонки яхтсмены и зрители собрали для фонда больше 4 миллионов рублей. На эти деньги покупаются высокотехнологичные протезы, проводятся обследования, организуют подготовительные курсы для родителей детей с онкологическими заболеваниями. А всего за историю фонда его подопечными стали почти тысячи детей из разных регионов страны. Дмитрий Ковалев, Сергей Улитин, Андрей Соколов. Новости, телеканал Санкт-Петербург. Йога с петербургским колоритом, гроза и порывистый ветер не смогли испугать городских йогов. Сегодня десятки активистов собрались в Юсуповском саду. Там Генеральное консульство Индии уже начало отмечать Международный день йоги. Гостям раздали футболки, коврики для занятий, угостили блюдами индийской кухни. Я очень рад приветствовать вас на этом мероприятии. Нам повезло с погодой. Погода замечательная. Весь день у нас будут различные мероприятия, не только йога. Старт занятий совпал с раскатами грома, но участники единогласно проголосовали не откладывать начало до окончания ливня. Впрочем, переменчивая петербургская погода стабильна в своем многообразии. Буквально через несколько минут тучи рассеялись, и на голубом небе засияло солнце. У природы нет плохой погоды. И главное думать, что все пройдет. И в самом деле солнышко появилось. Поэтому хорошие мысли – это самый главный залог всех, как говорится, всего. Будет хорошие мысли, будет здоровье хорошее. Генассамблея ООН установила праздник по инициативе Индии 8 лет назад. Дату выбрали символичную. 21 июня – это день летнего солнцестояния. Больше новостей на сайте телеканала топ.спб.тв. На этом у меня все новости. Приятного вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова